Очень вкусно! Итак, начав путь с Китмэнсхупа, я наконец добрался до приморского городка Волфишбэй. Совсем рядом, в 40 километрах, находился Свакапмунд, другой приморский городок, считавшийся милым, красивым и аутентичным. Там я решил провести пару дней и определиться, куда двигать дальше. Но сначала добраться до гостишки и завтра отправиться в Сэндвич-Харбор, место, где дюны встречаются с океаном. Нашли гостишку за 20 евро в день, то есть две тысячи рублей российских. Едем туда! Что дела, девочки? Здравствуйте! Нак-нак! Это красивый спутер, я люблю это. Это красивый? Конечно, выглядит очень... Большое, как в fashion. В fashion? Да. Посмотрите ам! Посмотрите ам! Посмотрите ам! Я выглядит как я не жаловка, ты знаешь? Не жаловка. Ты видишь? У вас как в fashion, как... Это красиво. Ты выглядишь красиво. Ох, кру! Это красиво! Бабенька, что ты говоришь? Хочу в душу, хочу постирать одежду. Реально вот не жарко, а даже прохладно. Что за домик такой? Живет местный олигарх, наверное. Что-то здесь пальмы и кокосов не вижу, ребята. Какие-то другие пальмы, не такие как в Доминикане. Там кокосы были классные, вкусные, а тут что-то их не видно. Реально прохладно, такое ощущение, что температура, не знаю, 20 градусов. Прикольный дом, чем плохой? Или вот этот вот, гляньте. Прикольный домик. И этот классный, королевский вообще. Сколько стоят такие дома, интересно? Но при этом, при всем, какое-то, знаете, такое, как, как вам объяснить, не то что даже запустение, а... А... What's up, hi. How much cost house like this? How much it can be? Just, just wondering? 2 million. Maybe 2 million. 2 million? Yes. 2 million of Namibian dollars? Yes. Ah, nice house, I mean. I just watching, we're just walking, watching, and filming for my YouTube channel, Видите, 2 миллионов намибийских долларов. Мед, ребята, мед стоит 69, ну считайте 70, 70 рублей местных, 70 намибийских долларов, 500 миллиграмм. Насколько он настоящий, интересно? 18 яиц стоит 65 местных рублей, 65. Килограмм кротошки стоит чуть больше евро. Килограмм. Гляньте, цены на колбасу 100 грамм стоит 50, 60, точнее 56 местных рублей. 51 местный рубль за 100 грамм колбасы. Тут же совсем нет вообще. Может, неправильно перевожу все это в евро, но по мне так дорого очень, нет? А вот PST Bet. Здесь играют, ставят ставки. У них это очень популярно. Они реально очень многие как здесь, так и в Доминикане. В Доминикане вообще кошмар, просто засилье. Играют в надежде выиграть свой миллион. Сделано просто руками, то есть не собрано из конкретных каких-то конструкций, а просто сами люди сделали. Видите? И это, и скамеечку. И вот это все, видите, шины. Все это сделано. Играет музыка. Чтобы здесь готовить, надо заплатить 50 местных рублей. Это получается где-то 3 евро, наверное, плюс-минус. Вот. За сутки. Ну ладно, за то я приготовлю салат и порежу нормально картошку. Все, и сегодня будет у нас пир на весь мир. Лайон? Да. Лайон. Да. Элефант. И? Они убили кого-то? Нет, они не убили. Но в день они хорошо. Но в ночное время они пришли. Лайоны и элефанты. Да? Лайоны и элефанты. Да, они пришли. Лайон. Ай! Так, это опасно. Можешь ли это? Да, это опасно. У нас очень много. Потому что это очень... Смотрите меня. Я лая тоже. Ты лая? Лайоны и элефанты. Все время они просто атакуют. Это зависит от того, как вы их найдете. Как вы их найдете. Как вы их найдете. Да. Да. Они убивают. Да. И они пытаются быстро. Как всегда. У вас 8 братья и сестры? Да. 8? Только на моем папе. На твоей папе? Да. И на твоей маме? Мы 6. 6? Май гад. Май гад. Май гад. Май гад. Да. сыт Sunny, годившимся ей в отцы.. За пять дней его пребывания в отеле. Они сблизились. И вот сейчас он написал. Приезжай. Скучаю. Билета плачу. Забыть не могу". А ты не можешь найти себе не такого старого? Спросил я. Ааааа. Смешно скорчево мордочку она. Ровесники конченые идиоты, лентяи и все клянчат у меня деньги. Тогда езжай. Хоть мир посмотришь, если с ним не пойдет. Нам нужно добраться до так называемой розовой лагуны. Там много фламинго. Мы уже видели, но глянем еще побольше, может там их будет. И может там будут краше, розовый цвет. Вот, розовая лагуна, розовый фламинго. Но в общем и целом нам нужно остаться, добраться до кэмпсайта, там он рядом находится. И там еще есть интересное вкусное место одно. Поставим палатку и будем делать короткие вылазки. Короче, решим, подумаем. Здесь знак висел, велосипедом запрещено заезжать на этот мост и ехать дальше. Ну что делать? Кому сейчас легко? Это что такое? Все бы хорошо, но цвет, конечно. А вот, ребята, и море Океан. Ну что ж, вот и оно. Давайте-ка по дорожке проедем. Надеюсь, нас за это не наругают. А вот и фламинго. Гляньте. Фламинго и фламинго, знаете, как-то не испытывал дикого восторга. Ну, никогда не испытывал. Еще когда в зоопарк приходил, там фламинго стояли эти. Ну, птицы и птицы. Вот вчера, когда я их увидел, это было красиво. Такие розовые, классные. Это какие-то белые здесь. Какие-то не те. Бракованные. Ну вот они, те самые фламинго. Странно, что они умеют летать. Такое ощущение, что у них очень короткие крылья возникают, правда? Пованивает так. Воняет по мёдам мокрым тичьим. Тут его много. Не то, что дико противно, но так, знаете, ощущается. Такие красноглазые кажутся злыми. Розовые фламинго, дитя заката. Какие-то вонючки. Копаются в нечистотах злобонных в своих испражнениях. Вот те и фламинго. Развенчание мифов. Так, ребята. Вот кемпинг. Как-то выглядит он стрёмно. Рецепшн. Кемпсайт. Короче, бабка сказала, что... Тётка сказала, что ехать вдоль моря туда, вот в красивые места, где дюны спускаются к океану, можно только за деньги. И стоит это две с половиной тысячи местных рублей. На велосипеде нельзя, запрещено. Вот, пасают тюрьму, штрафуют, не вздумай. Я говорю, там же нету никаких этих самых, никаких ворот. Она говорит, нет. Ну, я могу поехать, значит. Она такая едет. Ну, я позвоню сейчас в патруль, чтобы тебя забрали, скажу. Крыса конченная. Вот. Я сказал, звони. Вот такая тема. Остаться здесь стоит 350 рублей. Тоже дорого. За такие деньги, ребята. Идите вы лесом. Вот. Короче, уезжаем из этого места. Оно говёное. И тётка-то тоже говёная. Мэм, it's time to call. Just call, because I'm going to this place. Yes. Have a bad day. Стерва конченная. Тут неподалёку, так называемое, розовое озеро. Розовая лагуна. Надо им посмотреть. К сожалению, ребята, в то прекрасное место, где дюны спускаются к океану, мы не попадём. Нет, не попадём. Ну, да и бог с ним. Платить две с половиной тысячи местных рублей ради того, чтобы на машине приехать, поглазеть и даже дрон не запустить и вернуться — это не вариант. Ого! Как ветром обдала кресты. Это что, и что, похоронен, что ли? Непонятная какая-то тема. Признаюсь честно, я сильно расстроен, что туда нельзя попасть на велосипеде. Просто сильно. И настроение ни о чём. Ну ладно, чё. Здесь добыча соли. Видите, происходит сколько, ребята. Соль, в которую это классно, могат чесночок. Где же это розовое озеро? Показывает, что до него осталось совсем мало. Меньше двух километров. «Ноу-ноу-ноу-трайс-энтри». Чё-то ничего не понимаю. Одни запреты — туда нельзя, сюда нельзя, направо нельзя. Заборов столько. Ребята, не моё это, скажу честно. Вот не буду вам врать. Вот оно, ребята, розовое озеро. Гляньте. Обалдеть. Вид, конечно, интересный. Нереально. Надо как на ту сторону перебраться. Ну что, разворачиваемся. Как и всё в этой стране, это розовое прекрасное озеро находится на частной территории. На территории предприятия. Вот по этой дороге можно идти, а на соседнюю запрещено. Понимаете, там где вот озеро — это уже территория предприятия. Написано, видите? Запрещен въезд сюда. Ну что, полезли нарушать. Зря мы, что ли, сюда приехали. Красиво, конечно. Красиво. 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 Соль. 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 Реально милые домики. Так, до супермаркета осталось 400 метров. Отлично. Вопрос, как велик будем оставлять. Стремно. Замок-то у меня ни о чемный. Ну что, ребята, куда-то добрались. Закупимся, ребята. Я куплю у вас шоколад. Окей? Окей. Угостим парня с шоколадкой. Нам, ребята, соус нужно взять какой-то. Макароном или к рису. Но, блин, я у них ничего не понимаю в местных соусах этих. Главное, чтобы он был, помимо того, что вкусный, чтобы он был еще и пластиковые талии. Не стеклянные, тяжелые. Смотрите у ребят своих. Хватит, с Украины. Откуда с Украины? Одесса. Одесса? Да. Я понял. Представляете себе? А где ты из? Филиппинс. Филиппинс. А, Филиппинс. Гачи. Ребята, короче, с судна. Произнавание. Я слышал русская речь, короче. Думаю, блин, показалось. Но нет своих. Вот. Как-то сразу на душе теплее. Как-то знаете, как так вот хорошо стало. Скоро мы покинем пределы городка. И начнется дорога вдоль океана. Ну, должна начаться. Гляньте, какой трафик, ребята. Это ж просто... Это ж просто засада. Ну что, понеслась? Конечно, после пустыни в плане климата здесь просто рай. Машина обгоняет неприятно, конечно. Полоса узкая совсем, гляньте. Если с другой стороны тоже машина идет, то они практически вплотную. Чувствуется запах океана. Соленый. Морской. Какими-то морепродуктами пахнет. Такое ощущение. Видите? Пустыня наступает. Засыпало, как забор. Что это такое вообще? Похоже на новострой, в котором никто не живет. Хотя вон занавески вроде есть. Где-то. Как быстро заберет себе природа все обратно. Если человек перестанет бороться с ней. Может и правильно сделает. гляньте. Как-то живет, интересно Какие-то отшельники Или что это Вообще, надо сказать честно Люди очень странные существа Они могут жить в таких местах Странных для большинства Некоторые Мне кажется, что Допустим, животные Медведи, лоси, неважно Они все плюс-минус одинаковые Где-то характер отличается Но такого многообразия, как у людей В животном мире нет Не самый лучший вид Эта база, видите, это не судно Это платформа Приколите Вот ты купил жилье С красивым видом Потом поставили платформу И все И это может быть трагедией Если ты покупал специально Специально покупал жилье Выбирал, чтобы вид был красивый Из окна Вот что это Шины Покрашенные И какой-то крест Что бы это могло быть? Кто знает, ребята Напишите в комментах Ну что сказать Только что автобус Я чуть не снес Ну как чуть не снес Ну Проехал вплотную У меня пришлось В эти стороны На песок уйти Буквально вплотную Этот городок Кстати, называется Лангстренд И здесь Насколько мне известно Рожала Анжелина Джоли Она сюда приехала С Брэдом Питом Сняла здесь Какую-то гостишку Вот Целиком Они как бы На месяц Или на два Сняли И они здесь жили И ребенка Она установила Здесь Одного Даже Я сто процентов За инфу не отвечаю Ребята Но насколько мне известно Именно здесь это происходило Здесь они жили Какое-то время Интересно В каком из этих домов Но боюсь Мы это сейчас Не узнаем Ничего такой городок Да? Такой видный Не бедный Ну дома такие Вполне себе На уровне Юрка Вот такой район Ты наверное Хотел бы переехать Из штатов Если переезжать Юр это мой приятель Который Кстати говоря Благодаря которому Я здесь оказался Он оплатил билеты За что Ему большое спасибо Что случилось? Что случилось? Вы знаете, или вы не знаете, но я спросил, вы знаете Анжелина Джоли и Брэд Питт? Брэд Питт? Анжелина Джоли? Американцы, да? Не важно. Я говорил, что эти люди живут в этой городе. Но если вы не знаете их, то это нормально. Американцы. Окей, до свидания. Как дела, друзья? Слушайте, у меня есть вопрос. Привет, ребята. Слушайте, у меня есть вопрос. Вы знаете Брэд Питт и Анжелина Джоли? Да. Я говорил, что они живут в этой городе. О, это только здесь, на столбе, где вы идёте. Дальше. Так, я идёте в этой стороне? Да. В этой стороне? Да. В этой стороне. В этой стороне. В этой стороне. В этой стороне нет ничего. Окей, спасибо. Я проверю. Спасибо. Ну что, ребята, глянем сейчас это самое. Где жили Брэд Питт и Анжелина Джоли? Интересно? Мне Брэд Питт нравится, классный чувак. Джоли нет. Мне кажется, он такая стервозная. Довела мужика. Конечно, он был против того, чтобы дети меняли пол. Господи, в таком возрасте юно. Понятно, нормальный мужик. Даже бухать стал с ней. Бедолага. Вот здесь они жили, по-моему, получается. Здесь они снимали, сняли от их отель и жили здесь. Ага. Ага, ага. Вот оно. Понятно. Я иду по твоим следам, брат. Отдыхая от седла, я подумал, что городок будто заколдован. Он напоминал не жилое место, а декорации к сериалу, какому-нибудь Твин Пиксу. Меня давили безлюдные улицы и окружение пустыни. И подумал, что даже если бы один из домов мне подарили, не остался бы здесь. Но это чисто мои тараканы. Субтитры создавал DimaTorzok Ага, 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 ага. Ага. Ага, ага. 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 Продолжение следует...